Доброе утро, дорогие наши телезрители! Вы знаете, сегодня день прекрасен. И так много южноуральцев, которыми мы можем гордиться. Про одного из них мы готовы вам рассказать. Да, а кто мы? Анна Шамбадал, Марина Гесс. В общем, 16 августа на федеральном канале выйдет новый сериал. Называется он «Маньячелла». Это такая своеобразная черная комедия. И самое интересное, что оператор-постановщик сериала – это Тимур Хайликов. Это наш земляк. И вообще, на самом деле, хочется здесь сразу сказать о том, что Тимур – потрясающий, удивительный человек, очень талантливый. Почему Марина знает? Потому что она с ним даже сталкивалась в работе. Я с ним сталкивалась. Мы работали по различным проектам. И действительно, он видит то, что нельзя увидеть просто каким-то там, не знаю, невооруженным взглядом. То есть это не просто взять камеру, включить и все, да? Это не вот так вот, да. Я снимаю тебя, танцуй там или еще что-то говори. Это совершенно по-другому. И вот сегодня он выйдет с нами на связь. Мы надеемся, что мы уже соединились с Тимуром. Давайте вот сейчас как раз его и увидим, и представим. С нами на связи Тимур Хайликов, тот самый оператор сериала «Маничелла». Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Всем привет! Тимур, перед тем, как мы с вами начнем разговаривать, давайте покажем небольшой отрывок из нового сериала. Самые необразованные полицейские... Что за эклектика? Нет такого слова. Это, походу, электрика. ...против самого образованного маньяка. Все эти убийства – это инсценировки литературных смертей. Это убийства бабки-проценщин. Кого? Преступление и наказание читали? Уголовный кодекс? Тимур, ну, вот, наверное, первый вопрос. Как мы понимаем, это все-таки какая-то черная комедия. Вообще, кому адресован этот фильм? Кому он, так сказать, зайдет, как говорит молодежь? Сложно сказать. Я думаю, что он зайдет многим людям, потому что это комедия. Комедия очень такой широкий жанр. Но, да, это, правда, черная комедия, как используется слоган в рекламной кампании, с примесью русской классики. Но вот вы вышли с этой картиной на федеральный канал. И каким образом это у вас получилось? Расскажите. Надо понимать, что это не картина, которая была снята, и ее увидел федеральный канал, заметил, и такие, о, боже, давайте ее купим. Нет, это наоборот, это заказ федерального канала. Экспериментальный заказ, но который в итоге понравился всем. И продукт добрался до релиза на федеральном канале на ТНТ. Но почему-то же они к вам обратились. Вот расскажите свой путь становления, почему заказ именно к вам попал в руки. Я в сериале оператор-постановщик. У нас в Челябинске есть команда, с которой мы снимаем различного уровня проектов, в том числе сериалы для... Маленькие веб-сериалы для ТВ-3 делали. Но здесь конкретно я выступал только как оператор-постановщик. Вся команда, сценаристы, продакшн, актеры, это все из Бурятии, из ОЛНД. Компания называется Байкал Кино. Меня позвал продюсер только как оператор. Потому что мы с продюсером уже до этого работали, просто на других. Тимур, хорошо, скажи какой-то, я не знаю, может быть, лайфхак для начинающих. Что нужно сделать, чтобы попасть в большое кино? Чтобы на тебя смотрели твои фильмы, смотрели миллионы жителей России. Чтобы заказы посыпались. Чтобы заказы посыпались. Что нужно? Связи, образование какое-то необходимо. Да, вот мы вчера как раз задавали вопрос, понадобилось ли образование. Это твой род деятельности? Ты закончил именно на операторе? Я учился в Академии культуры в Челябинске. Сейчас это Институт культуры. Но я учился на специальности режиссер кино и ТВ. Опять же, а диплом обещали дать с надписью только режиссер ТВ. На самом деле образование, конечно, играет огромную роль, но самую большую роль играет портфолио. Играет те работы, которые ты уже сделал. Играет опыт. И, конечно же, связи. Но не связи из разряда, что должен быть родственник где-то там сверху. А просто надо быть человеком, дружить с другими людьми. И, может быть, однажды о тебе вспомнят. И когда потребуется оператор, режиссер или кто-то еще, кем вы являетесь, и такие, типа, вот же есть отличный человек. Это он из КМО. А если говорить про большое кино, то это первый опыт или нет? Был опыт полнометражных фильмов, так называемых регионального кино. То есть это, по факту, тоже региональное кино. Но был опыт съемки полных метров, которые шли в прокате по всей стране. То есть, наверное, не первый. Смотри, Тимур, вот то, что касается нашего непосредственно регионального кино, мы все понимаем, знаем то, что здесь снимаются все-таки фильмы. В основном это короткий метр. Правильно? Как ты считаешь, вот кино на Южном Урале есть, и если его нет, что нужно сделать для того, чтобы оно было? Кино, я имею в виду, конечно же, в широком смысле, в широком понимании. Киноиндустрия развитая. Я думаю, что этого на Южном Урале нет. Возможно, этого даже нет в целом на Урале. Что для этого нужно? Для этого нужно создать огромную-огромную базу специалистов. И просто создать среду. Она, к сожалению, не может появиться. Мне кажется, по простой причине, что как только здесь появляются люди, способные что-то творить, они понимают, что они очень быстро вырастают из ресурсов города. И они тут же уезжают в Москву работать там. Здесь нет возможности, скажем так. Здесь есть некий потолок, который очень быстро люди достигают. В Москве этот потолок сильно более долго достигает. У нас огромное количество новостей приходит, что на Южном Урале проходят съемки такого-то фильма. Что вот приехала съемочная бригада и снимают. Даже за это лето прям по пальцам можно... Все пальцы, мне кажется, загнуть и понять, что было много съемочных бригад. Это, то есть, только приезжие, правильно? Это когда-то как. Смотрите, если московская команда снимает кино, они могут выбрать, допустим, площадку Южный Урал. Допустим, здесь красивая природа. В Москве чуть меньше такого. Либо здесь уникальная архитектура, поэтому тоже проще приехать сюда. Это все, опять же, иногда выгодно экономически, а иногда выгодно, точнее, иногда это необходимо. У нас же на Урале своего местного кинематографа съемки проходят зачастую короткометражного. Короткометражное кино, да, снимается, здесь все отлично с этим, но короткометражное кино это все-таки некий старт. Я сомневаюсь, что вы ходили в кинотеатр, и мне, пожалуйста, два билета на вот этот короткометражный фильм. На вот Челябинский. Два билета на два по двадцать. Мне два по двадцать. Ну а какие планы у вас, Тимур? Чем займетесь дальше? На будущее, на будущее. Может быть, вы будете поднимать как раз нашу область? Ой, да я бы с радостью, на самом деле. Я очень люблю Челябинск, мне здесь все прекрасно нравится. Я бы хотел, чтобы город просто на все лучшее развивался. Поэтому если будет возможность как-то через кино город развивать, к сожалению, я не могу пойти строить новые дома, здания и улицы, то я бы с превеликим удовольствием это, конечно же, делал. Так, точных планов нет. Хочу снимать, хочу работать, хочу делать кино. Тимур, у нас вопрос сегодня во ВКонтакте мы задали. Как вы просыпаетесь? Что вы делаете с будильником? Вот у вас есть какие-то вещи? Вы его переставляете? Ну, понимаешь, оператор, режиссер, это творческая личность. Когда захотел, тогда встал. Примерно, да, так и есть. У меня не один будильник, у меня их около восьми на каждое утро. Я их отключаю, пока не придется время из разряда. Все, дальше отключать будильник нельзя, надо вставать. Так и хочется сказать, брат, я тебя так понимаю. Да, ну что же, желаем вам удачи, желаем творческого вдохновения, конечно же, и желаем новых картин, чтобы все больше и больше их было. Мы с удовольствием будем с вами встречаться и будем смотреть эти картины. Да, Тимур, тебе не надо строить дома, ты действительно очень талантливый человек. Пожалуйста, развивай кино на Южном Урале. Да, ну и напомню, что с нами на связи был Тимур Хайликов, оператор-постановщик сериала «Маньячелла». Ну, а прямо сейчас, друзья, мы предлагаем обратиться к синоптикам, потому что только они ведают, что же происходит у нас с погодой и какая температура нас сегодня ждет. Продолжение следует...